Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж! А мы продолжаем и в продолжении темы о доработке коробок передач мы сегодня поговорим о главных парах. Что такая главная пара и для чего она нужна. Но остановимся на том, что прежде чем вообще думать о доработках коробок передач нужно доработать сам двигатель. Потому что очень все просто. Если у вас двигатель и на нем есть мощность и крутящий момент, если он грубо говоря тащит и валит машина будет валить с любой коробкой и с любой главной парой. Опять же доказательство того, я гоняю на стандартной 4 ступки с парой 3.9 что на повседневе, что на боевых 2 телях и 8 клапанники боевом, и 16 клапанники боевом. И у меня на 8 клапаннике и одном карбюраторе полностью встрите машина. 6,5 секунд до сотни. На боевом 16 клапаннике и на полусликах 5 секунд до сотни. Об этом всем есть видео на канале. Кому интересно, на главной странице моего канала жмите на все видео. И там найдете ответы на все свои вопросы. И это все на стандартной коробке. То есть на паре 3.9 без блокировки. Почему так? Потому что, я же говорю, если мощность есть, машина будет валить. Если у вас мощности нет, никакая коробка вас не спасет. Я вот наблюдаю реально кучу примеров. Не успел там зарядить двигатель. Он уже себе там и ряд, и блокировку. И плюс до того, что даже видел такой бред в интернете. 6-ступку. Машина 6-ступка. Зачем там 6-ступка, если она вообще не валит? И он едет на 6-ступке 13 секунд до сотни. Так я просто при доработке одного карбюратора, просто, если взять и доработать, я уже буду ехать 10 секунд до сотни. Даже если просто с Оликспорт 25-28 доработаю. А там 6-ступка завалил кучу денег. И, ну, бессмысленно это все. Так вот, я же говорю, если есть, значит тащит. Если нет мощности, почему так? Потому что потом уже, когда у вас есть мощность, только тогда вы начинаете строить под этот двигатель. Потому что под каждый двигатель, под каждой цели строится своя коробка. Так вот, теперь давайте о главных парах. Какие в основном главные пары есть, допустим, для тех же ВАЗов? Там по заводу, допустим, переднеприводников идут, там, пара 3,9, 3,7. Спортивные пары идут 4,1, 4,3, 4,5. Чтобы не путаться, чем больше цифра, тем, значит, короче, пара. Это то же самое, что на велосипеде поставить другую звездочку. То есть, чем у вас, короче, главная пара, допустим, если вместо 3,9 поставить 4,5, вашему двигателю будет легче раскручиваться и, типа, легче толкать машину. Но надо учитывать то, если у вас нет оборотов двигателя, вы просто будете, грубо говоря, маслать на месте. Ну, относительно. Опять же, чтобы просто это было понять, когда вы на велосипеде включаете пониженную, грубо говоря, передачу, вроде педалями вы крутите быстро, а велик-то едет медленно. И да, под горку, типа, вам легче так ехать. Но по прямой толку от этого мало. Вы толком маслаете в холостую педалями. То же самое происходит и с машиной. Зачастую короткая главная пара нужна в том случае, если вы построили двигатель. Допустим, стандартный двигатель крутит 6 тысяч, 6,5, больше его крутить нет смысла. Слегка заряженный 7-7,5, нет смысла заморачиваться с заменой главной пары. Но если вы строите двигатель, который крутит 9, 9,5, 10 тысяч оборотов, то главную пару желательно укоротить. По какой причине? Потому что обороты двигателя растянут каждую передачу. Вот, допустим, вот у меня на стандартной коробке, да, если заводской двигатель, первая, грубо говоря, вы максимум там 40 километров едете, там вторая где-то 90, третья, грубо говоря, там 120-125, то есть вы там где-то по 6 тысяч крутите. У меня на этой же коробке, когда стоит боевой 16 клапаник, который крутит 9,5 тысяч оборотов, у меня первая 70, вторая 125 и третья 170. То есть, при том, что я в коробке ничего не менял, потому что из-за того, что двигатель крутит дальше по оборотам, соответственно, он каждую передачу раскручивает. Так вот, чтобы это компенсировать, и ставится короткая главная пара, то есть, допустим, там 4,3, 4,5, но это также еще взаимосвязано и с передаточными числами, которые стоят в самой коробке, то есть, именно какой стоит спортивный ряд. Поэтому, я же говорю, нужно отталкиваться именно от своего двигателя. Если вы на стандартную машину, я же говорю, поставите просто тупо короткую пару, оно вам ничего не даст. И там пара, допустим, 3,7 или 3,9, особой тоже, как бы, разницы вы сильно не почувствуете. Что касается, допустим, ВАЗ классики, там по заводу у них там привыкли, они в парах, грубо говоря, в цифрах не разбираются, они там называют троечный, копеечный, двоечный редуктор. Ну, переведу я это все на цифры. Грубо говоря, троечный редуктор, это пара 3,9, там копеечный, там 4,1 пара, и... точнее, 4,3. То есть, и двоечный, типа, самый короткий для вас, классики считаются 4,4. То есть, соответственно, если вы там занимаетесь каким-то драгом, дрифтом, и вы там построили, опять же, двигатель, который, ну, если для драга, если он крутится в оборот, то можете поставить там двоечный редуктор или копеечный, он будет хорошо себя вести. Для дрифта же надо ставить желательно покороче главную пару, допустим, ту же двоечный редуктор, потому что вам, если у вас мало мощности, вам просто будет легче прокручивать колеса и запускать машину в дрифт. Соответственно, выбор главной пары зависит от двигателя и от целей. Вы определитесь, для каких целей, но по большому счёту, если у вас не какой-то супер драг-корч, там, который крутит в бешеные обороты, можете вообще не париться о главных парах. Если у вас машина для дрифта, просто ставите пару покороче. Всё очень просто и не надо заморачиваться и, опять же, выкидывать лишние деньги, потому что ещё в классиководах там, в принципе, не проблема. Пошёл там на металлоломе, на разборке, нашёл там двоечный редуктор за 100 рублей, грубо говоря. Ну, я так образно. А для переднеприводных вазов купите пару 4.5 или 4.3. Она стоит пару тысяч, то есть это не дешёвое удовольствие. И по итогу, если вы её поставите на стандартный двигатель, и у вас первая и так по заводу короткая, она станет ещё короче, будете со второй трогаться, максималки не будет. Короче, выкинете деньги, а толку будет мало. Поэтому нужно дорабатывать всё с умом, нужно знать, для каких целей, и не допускайте ошибку, которую допускают многие начинающие тюнеры, думая, что чем больше денег вложил в машину, тем она поедет быстрее. Я знаю 90% примеров, на соревнованиях езжу, и так вижу, как дорабатывают. Залили кучу денег, а оно нифига не едет. Я приезжаю на соревнования, там образно, у меня там 200-300 долларов, две теле вложено, а в машинах там 2-3 тысячи долларов, и я их объезжаю. Потому что они напихали всё, что там на сайтах, в интернете нашли, а я сделал именно доработки, о которых машина валит. И про это на канале есть очень много видео, о том, как правильно дорабатывать дверь, для того, чтобы он валил, потому что принцип у меня постройки, я, кто давно смотрит, знает. Минимум вложений, максимум эффекта. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто ещё не подписался. Делитесь данным видео со своими друзьями, чтобы быстрее развивался канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать удобрения на новом видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.